Самое главное. Первое, сейчас, вот сейчас, если рассуждать, вот этот вот план, который у нас официальный получается, его, если вы, конечно, желаете иметь в себе стоянку, то есть без него никуда не денешься. Мне то же самое, когда я хотелочки должен был, как депутат, писать, да, вот со всех домов и такие вот планки я должен был, заполненные были. Но так как мне дали всего два с небольшим месяца для этого, я, конечно, это все дело не смог сделать. Вот. Но взял отдельные, как говорится, хотелочки, таких называю, от избирателей своих, и у меня наказы, они у меня есть, я немножко, так скажем, потом, чуть-чуть попозже отчитаюсь. Вот. Вот они. По вашей стоянке. Вот смотрите, здесь первое, ну, наверное, самого главного скажу, что Хотелок у нас, да, на 225 миллионов, по-моему, так, у всех депутатов, я все, просто посчитал, а у нас бюджет годовой 200 миллионов. То есть это получается не без зарплат ТД, ТП и все остальное, то есть все отменить надо. Это просто нереально. Соответственно, вот эти хотелочки на два года, на 16-е, 17-е, они нереальны. То есть для того, чтобы они стали реальными, и об этом Виктор Эвальдович говорил, да, и в области я частенько это слышал, софинансирование. Что значит софинансирование? Это имеется в виду, что сами жильцы голосуют рублем. Как бы это ни казалось, как хорошо или плохо, но по-другому варианту быстрее это не будет. Плюс к тому еще, у вас прилегающая территория, которая есть, так? Вот, она тоже является вашей. Ну, по сути, вы хозяева. Но как хозяева вы должны, соответственно, что? Не только содержать ее, за что платите, соответственно, да, за уборку территории. Вот, ну и, соответственно, благоустраивать тоже за свой счет. Но есть программы, которые муниципальные, именно которые, при помощи которых можно, соответственно, здесь установить какие-то ремонт дороги, да, это тоже вот есть бюджет, заложенный стоянкой. Сделать даже будет стоянку вдоль вот всех домов, но на прилегающей территории. Но, как я еще раз повторюсь, когда я разговаривал с администрацией, оптимальный вариант какой? Чтобы каждый жилец проголосовал рублем. Ну, не каждый, допустим, то есть, энную сумму какую-то собрал. Ну, те, кто владельцы машин, понятно. Да, 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 да. Не те, которые нет. То есть, имеется в виду, что движение, движение должно быть навстречу. Вот, мне легче, как депутату будет, просто-напросто, пролоббировать ваши интересы. Ну, кто-то будет против, кто-то нет, но все равно это должно быть голосование, зафиксировано. По поводу софинансирования, опять же, да. Вот я приводил пример, допустим, по ремонту подъездов. У нас с управляющей компанией никто не хочет из жильцов разбираться, да. Ну, никто. Не хочет спросить у нее конкретно, да. Даже вот, ну, приводил примеры, какие варианты могут быть, допустим, спросить спроса с управляющей компанией. Никто не хочет этим заниматься. Никто не хочет нервы тратить и так далее. Но все хотят, говорят, отремонтируйте нам подъезд. Когда вы нам отремонтируете? Нету депутатов денег. Вот, как-то называемые депутатские деньги, да, это было просто 2 миллиона 200 тысяч давали депутатам согласно муниципальные деньги. Муниципальные. То есть администрация давала, чтобы вот мелкие какие-то вопросы решать на месте. Вот депутатам лучше видно мелкие вопросы. И чтобы было, как говорится, одинаково, всех поступить ждать. Вот, приведу пример другой. Люди, да, у них была, сейчас скажу, детская площадка, не в нашем районе, не в нашем. То есть детская площадка, потом ремонт покрытия и ремонт вот этих вот. Нужно было 800 тысяч. Люди собрали 50 тысяч, принесли, и их вопрос решился практически в одностороннем порядке. То есть сразу же этот вопрос заработал, и что-то там через полгода уже это дело закрутили. Но они это все делали зимой. Ну, чтобы, как говорится, летом нормально, как говорится, все это было. Какой дождь был? Большой? Тоже хрущевка. Тоже хрущевка. Естественно говоря, сейчас к Новому году начнется конкретная борьба за вот эти хотелочки. Вот смотрите, вот сюда, потому что я понимаю, что это нереально. Так что то, что вы сейчас будете голосовать по данному вопросу, это не значит, что вы согласны будете платить деньги. Это то, что вы прежде всего хотите, хотя, как бы не парадоксально, хотите, чтобы у вас была эта стоянка. Прежде всего. Это принятие решения Совету Думы. Ничего-то больше. Хотелось бы вопрос решить так. Те люди, которые, допустим, имеют машины, да, и, естественно, мы будем оплачивать парковку. Те, кто не имеет, не будут, да. То бишь и сумма у нас, естественно, другая будет. Залетных как-то не очень хочется видеть. Надо тоже как-то вопрос. Смотрите, момент, что. Стоянки, стоянки у нас на территории, вот территория города, ни одной коммерческой стоянки нет. То есть любой может приехать и поставить. Цепочки вешать? Право, цепочки не имеете права. Ну, это будет, в принципе, я вам так скажу, цепочки, это нарушение, почему? Это не ваше собственное. Вот общедомовое имущество, да, это вот то же самое вот на лестнице, да, это общедомовое имущество. Покажите вашу ступеньку лично. Хотя вы являетесь, являетесь собственником общедомового имущества. Понимаете, да? В чем мы останавливаемся? Сейчас я понимаю, здесь все согласные стоянки, ну, как из-за данных количеств нет, недостаточно для того, чтобы проголосовать. Меньше, так, меньше. Смотрите, смотрите, здесь в данном случае, по поводу вот именно голосования, это именно вот этот бланк, вот этот неофициальный, да, как это называется, правильный, не сильный, то есть нужно просто опросить. Вы согласны на стоянку или не согласны? Это первое. То есть это не обязательство того, что вы должны вкладывать деньги, правильно? Просто составить вот эту информацию, сколько машин у нас на каждую квартиру, да, и уже, соответственно, взять хотя бы примерно 50 тысяч, да, и распланировать, разделить на количество машин, соответственно, да, и выстроить все периоды, допустим, там. Три месяца, допустим, может быть, через задний месяц соберете. Изначально, соответственно, которому просто нам создается. Он, соответственно, заводит у вас счет, да, вот я, просто когда избирательной компании бывал, у меня был свой счет. И там можно брать вышесто. Вот конкретно. То есть список, у человека, вот сдали ему деньги, да, вот, он раз, и итоговая сумма он сдает где-то, и там будет по вышестое денег. Сколько денег, соответственно, нет. Мне, соответственно, будет проще, что вот счет у нас есть, да, я, соответственно, уже заявляю, что меня уже люди собираются, вот, у нас уфинансировали, вот они собирают бить. То есть на следующий год, как у нас запланировано, вот, то есть, да, они уже идут навстречу нашему муниципальному бюджету. Ну, вот здесь два дома, 3 800. Это вот сейчас, предвидительно, 3 800. Это на два дома. Для того, чтобы построить стоянку, да, это нужно столько отбежать. Вот я сейчас Тинякова и Лариса, да, вот, вижу сколько, вот сколько уже, полгода, она только с этими бумажками. А можно еще вопрос? Мы можем быть уверены, вот у нас, например, в каждой проезде по 5 машин, что нам всем хватит места здесь. 2, 3, 4, 5, 15 машин, 15-20 машин, Лариса. Насколько, если я не ошибаюсь, Да минимум. Значит, паркуется человек 10, наверное, кругу поджим двором, потому что нет места. Верю, верю. Насколько я помню, суда рассчитывала, по-моему, 23-24. Давайте мы напишем. У нас тоже. Восстанте два раза пошло. Сюда-то не надо. Или просто надо... Вы собираете инициативную группу, да, и конкретно доверяете человеку, допустим, в течение полугода, да, вы, я так прикидываю, на полугода, до 16-го года ничего не будет, это 100%. А куда писать, где сколько машин будет? Сколько машин? Да, не надо писать. Кстати, вот для себя, а важно отдельно для себя. Все равно есть статья областного закона 4.1, которую, даже если вы собираетесь делать парковку, то вы ее будете нарушать. Неважно, хоть вы написали, что вы будете делать парковку, пока паркуетесь вот на газоне, это нарушение, это вот статья 4.1. Закон не умолит. Грослые люди, да, а, ну, не хотят они заниматься своим делом, потому что, понимаете, лишние проблемы и так далее. Одна, я не смогу, я работаю или что-то, надо еще... Совет дома. Редактор субтитров А.Семкин